Спасибо. Уважаемые дамы и господа, господин председатель, во-первых, хочу поблагодарить организаторов за возможность быть сегодня здесь, в таком симпатичном городе. Я счастлива быть здесь, на этой встрече. Сегодня хочу обсудить с вами следующее. Это новые стандарты радиотерапии, лечения ракомолочной железы, радиотерапии и гипофракционирования. Для этого я хочу вернуться к стандартам и опциям. Если посмотреть на этот слайд, вы видите, что после хирургии мы можем проводить стандартное радиотропевтическое лечение, например, облучение всей груди плюс буст в течение 6 или 7 недель. А затем мы можем укоротить вот эту красную секцию для того, чтобы дать лучевую терапию всей груди в течение 3 недель плюс-минус буст. И мы также можем еще больше сократить эту красную секцию. И 2 недели сократить этот период, давая ускоренный режим лучевой нагрузки для молочной железы. И также мы можем внутри хирургической операции вот эту красную секцию поместить и проводить интероперационную радиотерапию в одной режиме одной фракции и обсуждать, так сказать, случай к случаю. И здесь у некоторых пациентов, где мы можем вообще избежать радиотерапии, если мы будем говорить о выживаемости. Поэтому, если посмотреть на данные режима гипофракционирования, мы должны начать с двух основных исследований. Первое исследование, вы с ним очень хорошо знакомы, это канадское исследование, где сравнивались нагрузка 50 грей в 25 фракций в течение 5 недель. По сравнению с режимом 42,5 грей в рамках 16 фракций и на 3 недели стратификация осуществлялась на основе возраста, объем опухоли, адъевантной терапии и центра. Результаты в течение 12 лет были сходными. 6-7% по сравнению с 6,2% в отношении рецидивов и никакой разницы не было между двумя этими группами. Но нам необходимо аккуратно интерпретировать эти данные. Очень важно знать, авторы говорят, что они не включили непозитивных пациентов, у которых не было метастазов в лимфатические узлы. Не было большой груди и только незначительное количество пациентов, которые прошли химиотерапию. Нам необходимо принимать во внимание эти факторы, когда мы доставляем или назначаем гипофракциональную радиотерапию в случае рака груди. Результаты, вероятно, не могут быть применят к тем пациентам, которым необходимо получать радиотерапию на лимфатические узлы, и у которых имеется большая грудь. Следующее исследование Великобритания. Старт А и Старт Б. На этом слайде видно разницу, разные параметры популяции пациенток. Старт Б в основном это Т1, Т2, отрицательные лимфоузлы, четкий край резекции, Старт А, тотальная мастектомия, Т1 или Т3, некоторые из них с положительными, то есть метастазово-лимфатические узлы. Первая публикация 6 лет, вторая публикация 5 лет, разница между... Сравнивали 40 грей, 15 фракций, стандартное лечение, или два режима 13 франции, 41,6. Нет серьезной разницы. Мы только можем видеть, что высокий уровень рецидива, локальный, при 39 грей, 13 фракций. Также практические моменты в рамках этого исследования. Как видно, первое, что касается буста, в канадском исследовании не было буста, ТРАИЛ-1 и Б, 61% пациентов, в клиническом исследовании, которые получили буст, и 43% пациентов из клинического исследования Б, которые получили буст. Только эти пациенты получали гипофракционированную радиотерапию плюс буст. Очень важно знать радиотерапию и лечение региональных лимфоузлов. В исследовании А и Б 15% пациентов, которые получили лучевую терапию на лимфоузлы, и 7% пациентов клинического исследования Б. Только эти пациенты получили гипофракционированный режим в рамках данного исследования. Пациенты с положительными лимфоузлами, 29% в первом исследовании, 23% во втором исследовании. В заключении, что мы знаем из этих трех исследований, только вот эта разница, что касается канадского исследования, первое, лучевая терапия на лимфоузлы, пропорция пациентов, которые получили данное лечение среди пациентов с положительными лимфоузлами. Старт 1. Результаты касательно локальных рецидивов. Нет разницы между тремя ветвями. Здесь 39 грей, 13 фракций выше, чем разница статистически незначимая. Старта. Если мы посмотрим на выживаемость без рецидива, разницы практически никакой в зависимости от этих трех групп. И P, значение P, 0,57 и 0,48. Что касается токсичности, данные по токсичности, если мы посмотрим здесь, в основном лучшие результаты в группе 39 по сравнению с 50 грей стандартное лечение, когда мы посмотрим непосредственно уменьшение груди, индурация, то есть уплотнение ткани и другие осложнения. А что касается исследований Старт 2, подлучены следующие результаты. Риск регионального рецидива. Стандартное лечение 50 грей. Зеленое гипофракционирование 40 грей на каждую фракцию. Несколько увеличен риск рецидива местного со стандартным лечением по сравнению с гипофракциональным. Но разница не является статистически значимой. Если посмотрим сейчас на наблюдение, что касается отдаленных метастазов, существенная разница в пользу гипофракционированного режима. И что касается 16%, 20% любые ситуации, связанные с непосредственно раком. И что касается смертности, разница статистически значимая в пользу гипофракционированного режима. Токсичность также в пользу гипофракционированного. Если мы посмотрим на отек груди, если мы посмотрим на развитие телеангиоктазии и других осложнений, гипофракционированная ветвь показала существенные результаты по сравнению со стандартным лечением. Что касается выживаемости без рецидива, удивительно. Вот здесь зеленая кривая, 40 грей, лучше, чем красная. Стандартное лечение. Разница статистически значимая. Создается впечатление, что старт-бэ, этот режим, лучшая опция для пациентов, а именно гипофракционированное облучение. Метаанализ. Посмотрим здесь опять же большая фракция, которую получили большинство пациентов. по сравнению со второй ветвью. Какие же вопросы дискунционные сейчас существуют? Первый вопрос. Мы не знаем точно биологический эффект гипофракционирования. Мы знаем только по канадскому исследованию, что выше был рецидива при G3. Что касается биологического типа, субтипа рака груди, мы не знаем, действительно работает ли гипофракционированный режим, работает для конкретного этого подтипа лучше, чем для другого. У нас пока этих данных нет. Что касается бустового облучения, старт 1 и B больше пациентов, которые получили буст, и ни один пациент не получил в канадских исследованиях. Очень важно также знать, мы не используем этот режим гипофракционирования в случае большой груди, что касается воздействия химиотерапии и от более позднего назначения этой химиотерапии, то режимы следующие 2,65 грей, 53 грей. Если вы делаете очень рано облучение этим пациентом. Что касается региональных лимфоузлов, только от 7 до 14% пациентов у нас имеются данные, но мы не можем на 100% сказать и разработать четкие показания в отношении данных пациентов. У нас нет данных в отношении пульмонарных и сердечно-сосудистой токсичности, риск плексопатии в случае гипофракционирования. Также стоит вопрос. Что касается исследований из Великой Битании Fast Forward, 3 ветви в этом исследовании, 40 грей, стандартная гипофракционированный график по сравнению с на всю грудь, 27 грей в 5 фракций и последняя ветва 26 грей в 5 фракций. Опять же, облучение всей груди. Нам необходимо... Было включено 4 тысячи пациентов. В прошлом году исследование закончилось. Первые результаты, которые были получены, прежде всего, оценивалось в отношении данных по местным рецидивам необходимо еще подождать. в прошлом году первые результаты были опубликованы в отношении токсичности, острой токсичности в отношении кожи, груди. И токсичность, если мы используем в течение одной недели гипофракцинацию, токсичность легкой степени. Но нужно еще дождаться более точных деталей в будущем, более длительного наблюдения за пациентами. Бустовое облучение также обсуждается. Что касается гипофракционирования, режима гипофракционирования, назначается бустовое облучение к дополнительной дозе на ложеопухоли. Это вся грудь, а вот это вот зона ложеопухоли. Мы делаем следующее планирование 2,3 Грея до 46 Грея 20 фракций на всю грудь в одно одновременно одновременно дают 0,4 Грея дополнительная доза на ложеопухолей. Общая доза составит 54 Грея 20 фракций 46 Грея а на ложеопухоли 54 Грея 20 фракций. Это вот такой наилучший режим, который мы обнаружили сейчас в литературных источниках и подтвердили это на практике. Некоторые данные из литературных источников здесь видно в основном предварительные результаты, что касается токсичности степени 1, степень 2 в отношении то, что у нас есть примерно на практике стандартной фракцинации. Наиболее важные данные были опубликованы в течение двух лет, сравнивая 46, 54, нет разницы в отношении токсичности в течение двух лет. Мы также можем использовать новую технологию, например, V-MAT или томотерапия. График вот такой 48 Грея 15 фракций или 51 Грея 15 фракций. Мы видим, что вот здесь предварительные результаты данного исследования это фаза 1, фаза 2 приблизительно одинаковые. В заключении можно сказать, что у нас имеется три рандомизированных исследования в отношении гипофракционированного режима, высокий уровень доказательности. Сейчас это становится стандартом. Может быть, результаты пока нельзя применять в отношении всем пациентов. Один систематический обзор и метаанализ не показали никакой разницы между местным рецидивом гипофракцинация снижает острую токсичность. Гипофракционирование, когда мы используем это стартбе или канадское исследование, нужно принимать во внимание сегодня эффективность, возраст, стадия, что касается токсичности, размер груди, облучение лимфоузлов. в отношении приверженности комплиентности данные приверженности пациента к этой терапии гипофракционирование режима продемонстрировал лучшие результаты приверженности пациентов. Каковы рекомендации на сегодняшний день? Вы помните, в Великобритании там были первые команды, которые работали с 2009 они рекомендовали режим гипофракционирования и затем Сен-Галленс с 2011 года. В стандарте в США, Канаде и других европейских странах это стандарт. Но, к сожалению, система страхования в Европе работает таким образом, что в некоторых странах сокращение количества фракционирования сокращает количество визитов в центры. И не так быстро идут к режиму гипофракционирования. Тут все это связано с оплатой. И, что кажется, это здесь САЭС у нас ретроспективные исследования проводила. И литературные данные показывают, что мы можем использовать гипофракционирование, но отсутствует рандомизирование исследования. Поэтому гипофракционирование возможно на сегодня без буста. И что касается буста и гипофракционирования, возможно, у нас по крайней мере вот интегрированный буст используется в одной рандомизированной фазе два, острая токсичность и очень интересные результаты получены, но у нас нет фазы три для интегрированного буста. Для отсроченного буста мы используем 42,5 грея, и затем мы задерживаем, отсрочиваем этот буст и используем 3 на 2 67 грея. Безопасно делать такие последовательные бусты в отношении пациентов. большое спасибо за ваше внимание и мне очень нравится ваш город. Спасибо. Ну, если есть какие-то экстренные вопросы, ну, буквально два. интересные доклады, я хотела бы уточнить, в основном речь шла о ранних проявлениях кожной токсичности, а в связи с таким большим сроком поведения, то есть все явились какие-то поздние важные в косметическом плане различия в седневных различных режимах фракционированиях. Да, вопрос связан с токсичностью и отсроченной токсичностью. Я считаю, вот что мы ожидаем, если мы не селектируем пациентов, не отбираем их очень жестко, особенно когда мы говорим о бусте при режиме гипофракционирования, там могут быть сюрпризы с поздней токсичностью. Сегодня, говоря о литературных источниках, такие режимы 5, периоды 5-4 года рассматриваются для одновременных бустов и новых технологий, АМРТ, у нас мы можем действовать очень рано. Мы знаем, что при раке ранняя токсичность не может предсказать отсроченную токсичность. Нужно подождать, нужно очень аккуратно действовать, и мы должны тщательно отбирать пациентов, особенно пациентов, которые в добавлении гипофракционирования всей молочной железы будут еще дополнительные бустерные дозы используются. Большое спасибо. Спасибо.